Ну вот, друзья, мой собеседник Андрей Миронов, а твой собеседник? Игумен Евмений. Отлично. Мы сегодня вот решили так вот побеседовать друг с другом, и я думаю, что это будет полезно и ценно для других людей, потому что мне приходит, особенно после эфира на Радио Свобода, там Кротов мне, Яков Кротов задал такой провокационный вопрос, ну а вы там в церкви, не в церкви и так далее. Вот, и мне пришлось как-то, ну, выворачиваться в ответах для того, чтобы сказать о моем мировоззрении, но не слишком захватить формат, в который он пытался меня впихнуть. Вот. И мне тоже интересно, вот какое твое сейчас мировоззрение? Я знаю, что у тебя есть, был православный опыт, потом был протестантский опыт, и работа на Радио Новая Жизнь. Вот. И в этом плане, ну, то есть это разговор о мировоззрении, и поскольку мы не собираемся друг друга куда-то перевербовывать, я думаю, что это будет просто интересно. Я какую-то эволюцию прошел, ты какую-то прошел. Вот. Как ты сейчас веришь? Во что ты сейчас веришь? А на какие опоры, ну, идейные, идеологические, духовные, ты опираешься в своем мироощущении? И можно быть совершенно честным и ничего особого не додумывать, потому что у меня нет цели тебя куда-то привлечь или затянуть. Слушай, ну, я посмотрел этот эфир с Кротовым, впечатление, конечно, неоднозначное, человек умный, безусловно, но... Рамочный эфир получился, то есть человек действительно захотел тебя втянуть в свою какую-то парадигму, вот, но, в общем, короче говоря, не получилось. Я не втянулся. Не втянулся, не втянулся. Ну, по поводу себя, ты понимаешь, мне очень сложно вообще сейчас определять свое мировоззрение, оно какое-то оторванное от каких-либо представлений, убеждений. Это состояние, наверное, какого-то свободного плавания. То есть, когда я, собственно говоря, не знаю, кто я, где я, во что я верю, весь прошлый опыт, он остался, знаешь, как бы, за пределами каких-то границ прошлой жизни. И сказать, что этот опыт мне каким-то образом помогает или не помогает, в настоящем, я не знаю, какой-то новый этап в моей жизни. Начался, который я, в принципе, могу, наверное, охарактеризовать определением путь духовного поиска. А, класс. Понимаешь? Тогда скажи, что ты подразумеваешь под духовным поиском. Если это поиск, например, там, ну, подешевле, где, например, поесть суши или поиск, чтобы цена-качество было по поводу покупки одежды, это одна история. А духовное – это же пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Вот ты знаешь, ты такой уникальный человек в моей жизни, человек, который имеет свои собственные представления, как по Декарту, да, надо договариваться о значении терминов. У тебя какие-то свои термины, своё понимание этих терминов. Я, собственно, примерно таких же придерживаюсь концепции. Я не могу дать точного определения на ответы на вопрос, что такое духовность или там, что такое любовь. Это какая-то сфера ощущений, внутренних ощущений. Ты находишься в поиске ответов на вопросы, что значит то или иное явление. Это вопрос или утверждение? Это и вопрос, и утверждение. А если утверждение, окей, считай, что это так. Если вопрос, то как бы можно будет об этом поговорить, но сейчас речь о тебе. Я не могу дать точного определения на вопрос, что такое духовность. В моём понимании это некий опыт переживания в настоящем моменте времени, который подразумевает познание. На данном этапе это некая система представлений о мистических ощущениях, в мистическом опыте. На данный момент он такой, какой есть. Если хочешь поговорить об этом, что я переживаю в духовном отношении, то можно поговорить об этом. Хочу поговорить об этом. Давай. Итак, то есть слово духовное, что бы мы ни подразумевали под этим словом, как значение, из твоего лексикона не исключается. То есть это понятие для тебя существует и оно есть. Ну, конечно. Конечно. Давай, вот первый момент. Вот первый вопрос. Вот я задаю вопрос не как эксперту по всему. Типа, знаешь, гуру пришёл. О, гуру, скажи, пожалуйста. А как вселенной, которая находится внутри тебя? Бог есть? Опять, что такое Бог? Вот. Давай так. Я самым таким мета языком спрошу тебя. Нечто высшее, более мудрое, не пеленгуемое нашими сенсорными ощущениями, но имеющее к нам непосредственно отношение, начало. Более разумное начало, чем человек, как высший продукт эволюции. Полагаю, что да. Он, вот Бог, который есть. Мы сейчас говорим Он, хотя толерантный Запад уже перешёл к неопределённому. Да, да. Личностный или безличностный. То есть можно к нему Я-Ты или это некоторая просто такая субстанция, как полевой разум, что ли? Понимаешь, любые представления это субъективные. Да, да, я только о твоих субъективных. Что касается моих субъективных представлений, понимаешь, мои теологические познания об этой субъективности... Теологические нет, давай человеческие. Если включать какие-то знания, которые я там получил... Опять, это знания исключительно теоретического плана, потому что всё, что ты где-то вычитал, это понятно... Это не твой опыт, да. Это не мой опыт. В твоём опыте. А в моём опыте я же, опять же, я же не могу точно сказать, он это или она, или оно. Нет, нет, по ощущению, это личностное или безличностное. Я думаю, что это личностное, конечно. То есть, с ним с Z можно говорить? Ну, конечно. Ну, слушай, если исходить из общих наблюдений за картиной мира, верующие любят всегда оперировать к разумности творения, да, что, дескать, вот такая сложная система мироустройства, она могла быть сконструирована исключительно каким-то разумным существом. И, соответственно, исходя из этой парадигмы представления, мы приходим к тому, что это, безусловно, разумное существо. А имеет ли оно пол, или, и какой пол, да, и имеет ли оно определённые какие-то эмоциональные переживания? Ну, типа любовь, там, или ненависть. Любовь, ненависть, да. На этот вопрос однозначно ответить сложно. То есть, значит, библейская картинка мира, где Бог любит праведников, ненавидит грешников, вот, по любви, там, умирает, например, там, за людей, она для тебя, ну, то есть, уже, ну, мягко выражаясь, в прошлом. Ты, ты, ты такой агностик в этом плане. Ты понимаешь, опять, слово агностика, оно достаточно условное. Ну, не знаю. Человек, который находится в процессе познания, это агнозис, знание. Смотри, библейская картина мира, она представляет Бога, как любящего, с одной стороны. С другой стороны, глядя на реальность, глядя на историю человечества, мы видим, что в определенные моменты это далеко не любвеобильное. Ну, да, Бог мог бы кучу фигни остановить, но он этого не делает. Во-первых, не делает. Во-вторых, делает достаточно, ну, жесткие поступки, да. Содом и Гамора, потоп и так далее, да. И мы знаем, что будет в финале человечества, да. Ну, да, великий трындец. Вот, почитайте книгу «Откровения», и там все очень ярко описано. Поэтому он точно, не только любовь, но еще и справедливость, справедливый суд. И в моем представлении Бог достаточно жесткий воспитатель. И даже каратель. То есть он достаточно такой... Сейчас мы не о библейском, а о Боге, которого, твоего мировозжения. Которого, которого я вижу, да. Это и стало одним из поводов моих ухода из церкви. Потому что я вижу, вот, знаешь, у нас, что в церкви, что... Это сейчас о православной церкви. И о протестантской, в том числе. Что в России в целом у нас... Людям свойственно жить в каких-то двух параллельных реальностях. Вот, с одной стороны, они живут в системе каких-то убеждений, утверждений. Вот так, как оно должно быть. Вот, мы верим вот в это. Вот, есть любовь, есть справедливость. А есть реальность. И вот эта реальность, она прямо противоречит вот этим всем утверждениям. Иногда. Да, практически всегда. Окей. Вот, понимаешь, я буквально вчера проводил опрос, очередной, на улицах Москвы. И людям задаешь вот какие-то вопросы, они на них отвечают правильно, как надо. Как бы должно быть. Вот там спрашиваешь, допустим, по поводу судебной системы в России. И все по умолчанию знают, что из себя представляет судебная система в России. Но все говорят, вы знаете, судьи это справедливые люди. Они же... И вот начинают рассказывать какие-то сказки. Правильные истины, которые внушили. Как бы должно быть. Потому что судья, вот он мне говорит, судья это человек, который работает на гособеспечении. Он, собственно говоря, уйдет на пенсию вовремя, он будет получать хорошую пенсию. Ему обманывать и выполнять чьи-то заказы нет смысла. Но это бы так должно было быть. А в реальности все обстоит совсем иначе. Мы знаем прекрасно, да, все о независимой судебной системе в России. С Богом та же самая история. В Библии написано одно, в реальности мы видим совершенно другое. Поэтому, когда мне сегодня задают вопрос, что я думаю о Боге, я всегда спрашиваю в ответ, о каком Боге? Ну вот я говорю о том Боге, о том, что стоит за словом Бог внутри твоей на сегодняшний день мировоззренческой системы. Вот я фактически думаю, что я ответил на этот вопрос. Есть какие-то представления, есть какие-то конкретные убеждения на этот счет, но конечного мнения я не составил. То есть это в незавершенности? Безусловно. Как недописанная книга. Мы же видим все как бы через тусклое стекло, да, по апостолу Павлову. Гадательно. Гадательно, да. А потом вот тогда вот мы увидим все как есть лицом к лицу. Когда это произойдет, тогда и можно будет точно ответить на вопрос, кто такой Бог. Если бы вообще даже на тот момент времени можно будет на том этапе познать его таким, как он есть. Ну, если верить библейской теории, то она нам говорит о том, что тогда мы уже точно все узнаем, увидим. Сложный вопрос. Поэтому я считаю, что человек, который говорит о том, что он все понял, все узнал. Нет, там диалог невозможен просто. Поэтому великие богословы, там и вот эти отцы-каппадокийцы, и там все эти оригены, златоусты, и все вот наш серебряный век, богословия, где там Флоренский, Булгаков и так далее, Розанов, они все были в размышлении, они все не боялись ставить сложные вопросы. Потом, конечно, тех старых-то в рамочке, нимбики им сделали, вот празднества установили, некоторым даже два раза в год. Вот этих, ну, как-то так сказали, ну, это классика, просто классическая литература. Ну, конечно, они ошибались во многом, были субъективны, но оно как бы не рекомендуется слишком уж православным увлекаться всем этим, всем этой парижской богословской школой. Да, и всей этой парижской богословской школой. Но там есть живая мысль, и там есть смелость ставить вопросы по отношению к жизни, к мирозданию, ко всему, поэтому это интересно исследовать. Хорошо, следующий вопрос. Иисус Христос. Как историческая личность? Берем ту картинку, тот образ, который донесен нам четыремя классическими Евангелиями. За скобками оставляем апокрифические Евангелия, за скобками оставляем Джизис Крайз Суперстар, за скобками оставляем Булгакова с его мастерами Маргаритой Ешуа. Вот, ну вот вы старе, вот тот, который исторически дошел. Какое у тебя к этому историческому лицу, если хочешь, по-другому скажу, к этому литературному персонажу. Историчность можешь ставить под вопрос, но литературный персонаж невозможно. Это то, что повлияло на суть, на развитие, на историю и так далее. Твое личное отношение к нему? Ну смотри, я с Христом литературным познакомился в возрасте 13 лет, я начал читать Новый Завет. И у меня сложился образ не церковного Христа, не иконописного, да? Но тем не менее, по каноническим Евангелиям ознакомился, да, ты, Миша? Безусловно, но когда ты читаешь Евангелие не в рамках Серафима Слободского, да? У тебя складывается впечатление нормального живого человека, который ругается, который где-то боится чего-то, где-то недопонимает. И вот, кстати, когда Мартин и Скорцезе ругают за его последнее искушение Христа, так вот я хочу сказать, что когда смотришь этот фильм и читаешь Новый Завет не через призму религиозного церковного восприятия, протестантского, православного, католического, не имея значения, у тебя складывается образ, который соответствует замыслу режиссера. То есть это Христос, который находился в процессе познания себя, кто он, своего пути и так далее. Сомнения, страхи, человеческий фактор. И вот у меня образ сложился такого революционера, человека, который ломал систему, абсолютно честный, нерелигиозный, экспрессивный, холерик. Ты имеешь в виду переворачивание столов там в храме и прочее. Да, да, вот эти все его выпады, которые, кстати, церковь отметает фактически, да, когда начинаешь приводить пример поведения Христа и говорить, ну ведь Христос вел себя достаточно неправославным. Да, 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 класс, очень точно. Да, ну хотя православные сейчас, хотя и всегда, в принципе. Вот опять, да? Вел себя достаточно неправославным, да, он не крестился, он не причащался, не прикладывался к иконам, конечно, неправославным. А, на себе самому-то не крестился, да? Да, 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 можно. Да, еще тогда нерукотворного Спаса-то не было. Вот, ты понимаешь, вот опять же, да, религия предлагает две какие-то модели. С одной стороны, говорит о Христе таком благочестивом, смиренном, вот, а значит, а с другой стороны, достаточно, достаточно агрессивно себя ведет. Ну, чего пример это, да, то есть примеров масса. Есть еще, ну, такое какое-то парадоксальное асоциальное поведение, срывает 12 ребят из семей, от их бизнеса, да, и говорит, все, пойдем за мной. Ну, то есть это же, это вообще, если по современному уголовному там, или процессуальному, это вовлечение, это сектанство, это просто, да. Тогда еще не приняли законы, да? Поэтому, да, можно было. Регламентирующего. Да, 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 религиозную деятельность, без регистрации, слышишь? То есть, понимаешь, происходит некое несоответствие образа Христа евангельского и образа Христа церковного, церковно-евангельского. Поэтому у меня представление о нем сложилось человеческое. Иисус Христос, человек, не ассоциировался у меня с Богом. Потому что, когда ты читаешь Евангелие без вот этих всех монофизитских толкований, ты видишь человека, ну, как бы ты... Монофизитских это как раз... Ну, монофизизм. Ну, что будем сейчас разбирать этот термин? Не, ну, ты внес термин, я уточняю, монофизизм это одна физическая природа, да. То есть, монофизитский ты, ты фактически монофизитский читаешь. Считаешь, он был человек, который как бы, ну, раскрывал себя и познавал себя. Но неординарный человек. Само течение монофизизма подразумевает единство Бога и человека, то есть... Нет, это монофизитство конкретное упрекали в том, что оно отвергало, ну, основной какой там был догмат. Бог и человек во Христе не слиянно и не раздельно. Вот это вот исповедание, которое было принято на еще Первом Вселенском Соборе. Не слиянно и не раздельно. Монофизитство это как раз там, где та версия христианства, который утверждал, что он открывал в себе божественную природу Бога, но был вполне человеком. И в течение своей жизни в полноте Бога в себе раскрыл. Вот об этом я и говорю, что у меня не возникла ассоциация с тем, что Христос является воплощенным Богом. Понимаешь? Церковь предлагает свою модель понимания Христа. Вот так вот. Окей, хорошо. Так, третий вопрос. К Вселенной по имени Андрея Миронова. Слишком громкое определение. Вселенная по имени... Да, у тебя там Вселенная, не менее интенсивная, чем вовне. И у меня тоже там Вселенная, и тоже Вселенная. Мы все Вселенные. Но это метафорически. Ты же в мою лингвистику втягиваешься потихонечку. Вот так вот. Последователи, сектанты. Раз, с помощью лингвистики. Все, поэтому... Под конец записи... Подцепили на крючок. Да, под конец записи, я не удивлюсь, ты упадешь. К моим ногами скажешь, о, Господь. Я готов идти... За тобой, куда ты поведешь? Ну, слушай. Подавать нечего имения нет. Да, да, да. Поэтому тебе проще. Смотри, следующий ход, следующий шаг. Значит, жизнь после смерти физического тела. Твоя гипотеза, твое предположение. Вот это... Возможно, невозможно, или со смертью тела все уходит. То есть, мы же какую-то версию держим запасную на всякий случай. Хотелось бы верить, конечно. Потому что сейчас я ничего однозначно утверждать не могу. Ну, по какому-то такому, ну, типа, что же там, что же там? Куда ты собираешься-то после смерти? Это как Невзорова, да, задали вопрос? Говорят, а вы-то, Александр Глебович, куда собираетесь? В атоле, в рай? Он говорит, я пока не определился. Вот это говорит, я пока не решил. А он еще говорит, что в аду там будет очень много интересных персонажей. Да, там весьма интересные персонажи. В этом его там будет веселей. Ну, вот даже не про рай и про ад, а есть ли что-то после? Или все, со смертью тела заканчивается? Ну, опять же, если исходить из логики, то хотелось бы верить, что что-то есть. Потому что если мы наблюдаем за картиной мира, за тем, как все устроено, во всем этом многообразии, сложности, то, скорее всего, есть. Потому что, ну, знаешь, я задавал всегда себе самый такой волнующий, наверное, каждому человеку вопрос. А зачем жить тогда, если вот это вот все, да? Вот твои какие-то, твой опыт, твои чувства, твой глубокий внутренний мир, вот ты говоришь, вселенная, да? Человек микрокосм. И представить, что вот эта вся вселенная, этот микрокосм, но это все-таки косм, да? Просто приходит из ниоткуда, но что еще гораздо страшнее уходит в никуда. Я вот ходил по кладбищу в далекой юности и любил ходить по кладбищу, и вот между вот этими макилками смотрю на дату рождения, дату смерти. А христиане, если ты знаешь, и православные в том числе, в те далекие времена хоронили людей и писали только дату смерти и возраст. Дату рождения не писали, потому что дата смерти была символической датой рождения. Человек рождался как бы в Царстве Божьем. И мне стало страшно от того, что я подумал о том, что меня не просто не будет однажды. Меня никогда и не было. Вот я смотрю на эти надгробия и понимаю, что этих людей для меня не существовало никогда. Я не знаю, как они выглядели, я не знаю, о чем они думали, что они переживали, к чему стремились. Их нет, их не существовало. И вот эта мысль, она не давала мне покоя, потому что я понимал, что однажды меня так же не будет для кого-то существовать. И это наталкивало на некий духовный поиск, который приводил меня в различные религиозные течения. И в буддизм, и в индуизм, и в... То есть ты и там побывал? Конечно. Я там не побывал, я перечитал кучу всяких книг. Стремился... У меня особенно был такой период, где-то примерно от 20 до 22 лет, когда я думал о смерти каждый день. Мне вообще казалось, что мне жить осталось там 3 дня. Вот какое-то было такое ощущение, что вот я все вот уже где-то вот к этому... Я думаю, что это просто был такой личностный кризис, связанный с низким уровнем жизни, с постоянной опасностью. И поэтому мысли возникали. Но так или иначе, если человек начинает задумываться о том, кто он, зачем он живет, что это все однажды закончится, он невинуемо приходит к таким вот умозаключениям. Что все-таки, наверное, всему должно быть какое-то разумное объяснение. Вот просто атеисты, они часто ссылаются на такой аргумент, что верующие придумывают себе некую несуществующую реальность, чтобы как бы объяснить бессмысленность всего происходящего. То есть физиологическая смерть, с которой все заканчивается, она жутко, страшна жутко по своей сути. Вот я был, и вот меня нет представить себе, что меня не существует. Это страшно, да, для человека? Но на самом деле я думаю, что это все не просто какие-то предрассудки, не просто попытки убежать. Я думаю, что это некая, возможно, генетическая, условно, память души. Душа человека, она не может смириться с фактом несуществования себя. Кем мы были до своего прихода в этот мир? Кем мы будем после него? Это вопросы, на которые, наверное, можно будет ответить только... И были ли, до, и будем ли после? Да, и будем ли после. Но, как подсказывает мне мой опыт, мои ощущения, наверное, что-то есть за пределами вот этой физической жизни. Вот я думаю, что ответил на это вопрос. Да, и видишь, какая штука, каждая религиозная система, включая различные ветви, ну не ветви, сейчас православные нас кинут помидором, различные христианские религиозные церкви, там, конфессии, католики, православные протестанты, и каждая религия претендует на то, что только наша дверь ведет туда, куда. А туда, вот в это самое блаженное, вечное состояние. Вот, поэтому эти интересные истории с религиозным выбором и с тем, чтобы как бы не прогадать, а вдруг они все наперсточники. Ты понимаешь, главное не зациклиться, главное не уйти вот в эту дверь, единственную, да, дверь. Так а вдруг она единственная и только через нее. И понимаешь, когда ты в нее входишь, дверь закрывается, выйти уже. Тебе, как никому, известно, насколько религия любит манипулировать вот этой собственной исключительностью, да? Ну, конечно. Когда вот если вы войдете не в те двери, вот не в наши двери, то все, да, вечная погибель, ад, мучения и так далее. Я отрывался в своей жизни несколько раз, поэтому у меня достаточно уже продолжительный опыт в уходе от одних дверей к другим и так далее, и так далее. Теперь я, что называется, полностью страх потерял, то есть я не боюсь. Я думаю так, что если бы Бог выбрал только одну дверь и не сказал конкретно, что вот это единственная дверь и я там, то он был бы несправедливым Богом. Если бы, вот я был не так давно, ты знаешь, да, на телеканале Спас, и там была дискуссия со священником. Я очень жду, чтобы посмотреть это. Вот, я тоже жду, мне тоже интересно посмотреть этот эфир, потому что со стороны это немножко по-другому все выглядит. Так вот, я задал вопрос священнику, отцу Николаю. Вот мы живем в 21 веке, когда вокруг куча гаджетов, когда можно любую презентацию, любого продукта, любого вида услуги снять и показать. Вот то, что мы предлагаем, условно говоря, то, что наша компания предлагает вам. Почему сегодня, в 21 веке, Бог не придумал какой-либо презентации ада и рая, не показал человечеству и таким образом развеял бы всякие домыслы, какие-то представления. Люди бы увидели, к чему им стоит стремиться и от чего стоит уходить. И все это моментально, одномоментно развеяло бы вот эти многочисленные теологические, атеистические, любые клирикальные споры. Люди конкретно бы увидели, как выглядят врата рая и там круги ада. Но этого не происходит по какой-то причине. Может быть, по причине того, что не все так однозначно и определенно, как себе представляют люди, все вот эти религиозные течения, рамки, это лишь опосредованные человеческие представления, которые люди надстраивают. Это субъективные представления. Я думаю, Бог, как разумное существо, как создатель всего того, что мы видим и нас в том числе, дал нам возможность для развития, для познания самих себя, для эволюции сознания, духа, чтобы мы развивались сами в себе. И таким образом приходили, возможно, к тому идеальному миру, который он строит в процессе познания нами, самих себя. То есть, когда мы говорим о божественной природе Иисуса Христа, о соединении человеческого и божественного начала, то в моем понимании это некий процесс познания человека или Бога внутри человека и человека внутри Бога. Это, опять же, я повторяюсь уже, это эволюция некая. И здесь я не вижу никаких противоречий. Другое дело, что религия это все в своих каких-то, может быть, интересах взяла, значит, монополизировала, каким-то образом облекла в свою форму и фактически извратила саму идею. Ну, подожди, да, ты пространно так рассуждаешь. На первую реплику, то, что ты цитируешь твою дискуссию, там, кажется, отцом Николаев, да, я что мог бы сказать на его месте? Я мог бы сказать, сейчас я говорю больше как клерикал, как человек, который принадлежит. Я мог бы сказать, Бог не оставил каких-то аргументов убийственно-сногсшибательных, но оставил возможность сердечного выбора, то есть веры. Если вот за личностью Христа, как она транслируется в нашей православной церкви, ты видишь высшую правду, откликаешься и следуешь, ты благонадежен для Царства Божия. Если ты не видишь этого, значит, тебе даже пропихни с помощью закона Божия или какой-то матрицы перезагрузки, ты не увидишь, ты неблагонадежен для Царства Божия. То есть верующие люди, религиозные люди, они, ну, как бы по принципу голосуй сердцем, у кого сердце не откликается, то толку-то его катехизировать, миссионерить. Вот, поэтому мой логический пассаж был бы здесь такой. С другой стороны, я хочу вступиться за религии, за все, и за все такие, условно говоря, за их примитивно-обрядовый уровень. Вот обрядоверие ругают там, да, но у этого всего есть колоссальное терапевтическое значение. Ну, мучиться мировоззренческими вопросами философскими, уровня великих философов, богословов, например, там, или какие-то там кризисы, концлагеря проходят, люди пишут. Симон Авайль пишет одно, Павел Флоренский другое. Они что-то такое, большинству людей, ну, чтобы ребенок не болел, что сделать, ему дают несложный алгоритм. Человек приходит, ставит свечу, или чтобы дочка экзамен, или чтобы вот замуж вышла дочка, например, там, чтобы у них все хорошо сложилось, и что-то ребеночка не дает бесплодие. И раз пришла, заказала, денежку вложила, значит, сорока усты молятся, молебны служатся, папа умер, что делать? Вот что сделать, потому что это тело, папа не поймешь, где тело лежит, и надо как-то его... То есть нужны какие-то процессы, которые успокоят простого человека, простого людина, что я все сделал правильно, потому что тысячи лет именно так делалось правильно. Поэтому я сейчас имею в виду, ну, такое психотерапевтическое значение религиозных форматов, ритуалов. В Индии я был, там говорят, атеист человек, не атеист. Значит, первое приглашение на свадьбу Ганеша. Если Ганеша приглашение прислал, то и еды хватит всеми, никто не подерется. И поэтому атеисты, не атеисты первые в храм несут подносики с этими вещами, с денежками, там вот их богу. Был я в Китае, там у нас был прекрасный проводник Тайлер. Я говорю, ты к какой религии относишься? А там же и христиане есть, и вот эти Даута, вот эти, как его, буддисты есть. Но в большей степени вот эти вот, дзен-буддизм, да, приходит. А он говорит такой, проводник наш, говорит, я никакой, а на религии. Окей. Я говорю, слушай, свози нас куда-нибудь в монастырь посмотреть. Мы заходим в монастырь. Я достаю по привычке фотоаппаратик. Он так, ты можешь фотографировать скульптуры, да, а реал-год не фотографирует. Оказывается, статуи, которым приносится приношение, он же, если он анреличен, ну, говорит, ну, тихонько, чтобы не заметить. Но он благовейно вот так все делает, поклонение совершает. Мы выходим, я говорю, какой реал-год, ты же, ты же вообще-то атеист, какой нельзя фотографировать. Ну, мне что, можно, и вообще-то я тебе плачу деньги, чтобы ты мне провел по этим, по местам. Вот, оказывается, есть какой-то пласт, где люди на уровне рациональном, социальном, ну, про одно, ну, что-то такое, религия какие-то такие корни питает у многих людей, а когда нужно все правильно сделать, то другое, третье, поэтому в защиту, она, вот эту непредсказуемость, хаотичность мира помогает упорядочить и привести к очень простым формулам и к очень простым. Ну, есть элементарное суеверие, есть люди, которые просто до конца не убеждены ни в чем, не верят, но на всякий случай перестраховываются, да. Ну, в любом случае, как я уже сказал, это некая эволюция сознания, духа, поэтому, заметьте, мы уже сколько времени общаемся и ни разу не высказались в предусудительном контексте, да, относительно религии. Поэтому имейте в виду, Роскомнадзор, мы только хорошие. Мы никого не осуждаем, да. Так что, в любом случае, я с тобой согласен, что религия несет в себе некий социальный смысл для кого-то на уровне каких-то ритуалов и обрядов, и свою морально-нравственную какую-то задачу она выполняет, безусловно. А для людей, которые ищут чего-то большего, есть внутренний смысл. Это как, напомни мне, есть, забыл два термина, которые означают внутреннее церковное учение и внешнее. Вот, к стыду своему забыл. Ну ладно, ладно, мы поняли. Есть две системы существования или переживания религиозного опыта, внешний и внутренний. И оба они, естественно... Внешний – это обряды, ритуалы. Внешний – это обряды, да, ритуалы. То, что для плебса, прошу прощения. Нет, 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 нет. То, что для народа, для простых людей, не то, что они там чернь, плебс. Это просто, чтобы не вникать и чтобы вот этот файл духовно все сделали. В декоративном контексте это все употребил, этот термин. А, естественно, для людей, которые посвящены и жажду каких-то глубинных откровений, естественно, есть глубины... Какой-то внутренний. Да, но это, опять же, это личностный выбор. Религия, в принципе, предлагает человеку то, что он хочет. То есть, в принципе, религия отвечает запросам разных категорий людей. Главное, вот против чего я выступаю, против навязывания определенной формы мировоззрения. Вот когда человек приходит в церковь, и у него есть определенный уровень восприятия. Либо вот такой, либо вот такой, либо выше. И когда всех пытаются под одну гребенку или в один строй поставить, вот я против этого. Я считаю, что... Я чуть-чуть из системного скажу тебе, из системного... Смотри, если я хочу, ну, как бы пришел и хочу стать поклонником, последователем, адептом той или иной религиозной системы, я уже, придя сюда, на 70-80% готов. И я говорю, пожалуйста, батюшка, там, гуру, да делайте, да воцерковите, да откройте мне третий глаз, да медитируйте меня. Я уже готов, поэтому те люди, которые доделывают работу, ради которой я пришел к ним, они просто делают свою работу по моему запросу. Никакое мировоззрение в эпоху информационного бума, когда вся информация доступна, невозможно навязать, втемяшить и впендюрить. Люди не дураки. То есть, сейчас уже 12-13 лет... На самом деле здесь можно поспорить, потому что, к сожалению, люди, большинство людей очень внушаемы. И, к сожалению, большинство людей все-таки стремится к какому-то формальному выполнению каких-то действий, религиозного толпа. А людей, которые действительно бы размышляли и делали, кстати, осознанный выбор, потому что большинство людей, мы знаем, номинально являются представителями той религии, которая характерна для каких-то географических местностей. То есть, родился в исламском государстве, условно говоря, он мусульманин. Он не сделает выбор сознательным образом в пользу буддизма, чаще всего. Так если человек родился в России и выбирает по умолчанию в галочке голосование православия, если в Саудовском районе по умолчанию мусульманин, эти люди, они здесь родились, они здесь отметились. Православный атеист Лукашенко в Беларуси, там синтез совка и православия происходит, конечно. Но свободные люди, которые выходят, условно говоря, из Матрицы, они преодолевают вот это вязкое мировоззренческое поле своей среды, выныривают для того, чтобы искать. Поэтому, ты помнишь третья Матрица, чем заканчивается? Я просто вкратце перескажу, даже если ты скажешь, да, это стоит пересказать. Матрица, то есть это Пифия спрашивает у архитектора, говорит, ну а те, кто захотят стать свободными, ну уже когда будет новая эпоха, они смогут? Он говорит, конечно, разве я человек? То есть люди, которые хотят освободиться, а освободиться от, ну, мировоззренческой, или идеологической, да, какого-то террорелигиозного, ну, вот этого вязкой среды, в которой люди родились, они выходят за пределы, оставляют отца и матерь, и религию, и нацию, и идеологию. Вот, хочется в эту сторону пойти, но я держусь из последних сил. И они выбирают сами, и они исследуют, они дискутируют, они смотрят разно. Для большинства остальных их среда обитания, их матрица, это то, что им надо. Убери, да, у них. Ну смотри, как вот в фильме про Лютер есть такой интересный сюжет, вот Лютер художественный фильм совершенно потрясающий. Да, да. Когда Лютер начал задавать такие неудобные вопросы внутри католичества, и он там на какое-то время его сослали или уехал, он возвращается, люди начитавшись стали бить стекла в храмах, разрушать алтари, поджигать это все. И Лютер стоит в ужасе и говорит, я этого не имел в виду. Это вообще про другое. Про другое. Точно так и у нас, когда типа раз официально царя нет, есть Ленин, Бога, Ленин сказал, что Бога нет, все, а, Бога нет. И те же люди, которые молились, поклонялись, они пошли бить все это, сжигать и уничтожать. Сбрасывать попов с колоколем. Вот это, вот это я могу назвать чернью, плебсом, людей, которые должны быть ведомы. И религии, это прекрасный способ держать их в тонусе, потому что отпусти, вот как сказать, откормленного быка на свободу, фиг знает, что он будет творить, из носа, ноздрю выть. Поэтому у нее сдерживающая, как сказать, ну такой фактор у этой религии, как я считаю, у религиозности, вот. Она что-то такое дает, она дает опору людям в трудных ситуациях. Ну то, что я сказал вначале, это, ну может быть, наиболее так откровенно, но это правда. Ну то есть есть некоторая задность, есть люди, которые жрецы, хранители этой задности, которые говорят, как правильно там в тонком духовном мире все устроено. Ну знаешь как, бактерии не ошибаются. И поэтому, я сейчас исключительно в биологическом смысле, не в том, чтобы там сравнить человека с бактерией, да, вот. Мы все движемся в том направлении, в котором движемся. Изменить код истории невозможно. Невозможно. Говорить то, что все устроено неправильно, это уже неправильно. Уже неправильно, потому что все устроено до тебя было. Да, все устроено таким образом, каким устроено. Поэтому концепция разумности бытия в моем мировоззрении безусловна. Так. Процесс, естественно, еще пока в процессе. Так. Процесс в процессе, такая тавтология, соответственно. Ну, главное, не терзать себя лишними страхами, сомнениями, а получать удовольствие от этой жизни. Вот, смотри, пошло поучение. Очень важно. То есть, человек открыл им истину, теперь дает тезис. И первый тезис. Главное, получать удовольствие. А вселенная разумна. То есть, вот так вот, смотри, то, что у нас было интуитивным разговором, вот уже сейчас, в течение одного часа, формулируется в тезис. Я сейчас высказал Кармолу с точки зрения традиционной православной догматики, потому что какая-то концепция, возвращаясь к эфиру с Кротовым, когда он вначале вообще сказал, что ты игумен без монастыря. Я не согласен. И православный безобразовательный, этот психолог безобразовательный. Да, это, конечно, было некрасиво. А с чем не согласен? Ну, я не согласен с тем, что ты игумен без монастыря. Вообще, что такое монастырь? Это некая паства. Это некая платформа. Ну, монастырь – это монус, там люди посвящены для того, чтобы... Ну, если говорить, что без паства... Пойми, я на свете живу, я никого не пасу, я транслирую то, что идет из моего сердца. Люди собрались, посидели, я поговорил и все. У меня нет паства, нет учения, нет мировоззрения. Я просто на свете живу. Ну, как Цой? Ну, это тебе так кажется. У тебя есть последователи, у тебя есть люди... Ну, давай так, будем говорить, не последователи, а почитатели. А, почитатели. Ну, так тогда у тебя тоже есть почитатели. Безусловно, но не менее на такой степени, как у тебя. Ну, чё. Я еще пока не достиг такого уровня просветления. Вот, так что я хочу сказать? Я хочу сказать, что по сути, с точки зрения православной догматики, мы высказали некую Крамову. Высказали? Да, потому что жить и радоваться, с точки зрения православной идеологии, это что-то, ну, как там Кротов сказал, печаль. Да, печаль по богу, да. Да, то есть, ну, это все как-то вот в мою парадигму, сегодня это не укладывается. А в былые времена депрессия, грусть, терзание внутреннее глубокое, самообвинение, самообвинение, постоянно чувство вины, отягощающее твое самосознание. Вот это и есть эталон идеального православия, канонического. Слушай, мы уже по таймингу зашкаливаем за 48 минут, там все народ уже устал, половину не досмотрело это все. Поэтому сейчас мы аккуратненько свернем, пожелаем всем счастливой семейной жизни, с богом или без бога. Да, и так, чтобы у вас были деньги и была востребованность, и чтобы были все дела. И по заповедям Андрея Миронова, Игумена Евминия, пусть ваша жизнь сложится максимально счастливо. А потом я кое о чем еще тебе хочу спросить, но мы оставим интригу, окей? Окей.